Девушки отдыхают 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 озеро но вот сейчас все вот выглядит так воды совершенно нет и вот река катерлес течет в ту сторону сторону войкова а там уже и в керчь одна из виновниц вот этой вот масштабной ситуации вот река катерлес бывало и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другая часть 6 метров 6,04 метра Ну, миллиметры не будем брать в расчет Ровно 6 метров Это отлично В прошлый раз я вот здесь остановился Объехала меня машина Джип И еще довольно приличное расстояние между нами осталось Так что задают вопросы А как два автобуса Два автобуса разъедутся довольно-таки легко Так что вот здесь хорошо Вот 6 метров Дорогие друзья, нахожусь я на дороге Идущей на крепость Керчь И вот здесь вот ставят лотки Водоотводные, видите вот Желобок такой Здесь будет решетка чугунная И по всей длине Но больше меня заинтересовало Вот локальные очистные сооружения здесь тоже вот монтируют Я чуть дальше поеду До конца не поеду Померю вот где Помните я давно мерил 5,85 была дорога Я хочу перемерить сейчас вот Такой лазерной линейкой Она более точная Сколько там сейчас ширина Или может переделали ее Ну а это вот вдоль дороги Монтируют лосы Вот так они сейчас выглядят Локальные очистные сооружения Вот тут уже закопали И проеду вот туда дальше Это вот психоневрологический диспансер Там тоже дорога была в ужасном состоянии Может ее сделали посмотрим Ну а здесь еще вот я хотел Тротуарчик показать Который идет рядом С дорогой С автомобильной дорогой Ну 6 метров В прошлый раз я мерил 6 метров Это уже отлично Вот здесь будет тротуар Вот уже бордюрчики поставили Закрепили их На бетонное основание А я вот туда сейчас чуть дальше проеду Я помню где я тогда мерил Давно это было 5,85 была Ширина дороги И перемерю сейчас Там и посмотрим Вот здесь я мерил Было уже 6 метров И здесь вот ставят Как я уже сказал Но пока Здесь работы никакой не идет Сейчас на данный момент Ну здесь как мы видим с вами С одной стороны уже Водоотливную канавку Устанавливают рядом с бордюром прям И вот там где С левой стороны сейчас Вот городок стоит И я подъехал сюда Остановился Пробовал Пробовал этот вот Электронный гаджет Лазерную линейку Так она меня и подвела Выдает ошибку Вот с той стороны Не смог померить Вот именно там я когда мерил Когда только-только До туда бордюр дошел Было расстояние От внутренней части бордюров 5 метров 85 сантиметров А вот здесь Ближе уже сюда К Поветкино 6 метров Ну не смог померить В следующий раз Возьму линейку Рулетку Обыкновенную Обязательно померю Ну а здесь вот я Спустился По этой дороге Вот с левой стороны Психонервологический Интернат Это вот как раз Улица Колхозная Где мы только что с вами ехали Там дорогу делают Ну а здесь Дорога вот Для этого интерната Там порядка 200 метров где-то Раздолбанная вся И никакой Перспективы Я так вижу вообще там И не собираются Ее делать Но все равно Больница все-таки Тоже нужно как-то сделать Дорожку Туда получше А вот мы сейчас Подъехали с вами Вот здесь в 80-х годах Прошлого столетия Дорогие друзья Вот стены еще Фундаменты остались Был шикарный Пионерский лагерь Вот прям на берегу Керченского пролива Ну в те времена Естественно Моста еще не было Но пляж Вот здесь огороженный Специальный лягушатник Для детей Сделан был Спуск К морю был Сейчас конечно Это все уже Пришло В разорении Все Ну и вот Вспоминаются Те годы А что меня собственно Сюда привело Моим уважаемым Зрителям Вот обратите внимание Видно видите В море Такой вот прямоугольник Это вот Огорожено было Под купание Для пионеров Что меня сюда привело Зрители мои Спрашивали Есть Так Судоходство В Керченском проливе И какое оно покажи Ну вот как раз Пока был в этом Месте Дорогу на Крепость Керчь Измерял Рулеткой И решил заехать Вам показать Здесь Были Проведены Достаточно Проведено Достаточно Много Времени Когда строился Крымский мост Шикарные кадры Отсюда иногда Получались Таймлапсы Ну и вот Собственно говоря Вы видите Что такое Оживленное Судоходство В Керченском проливе Идет Вот Гидровороны Вот именно Отсюда Пошло С легкого названия Одного из моих зрителей Название Гидровороны Уже и не вспомнить Кто придумал конкретно Но факт остается фактом Это не я придумал Вот посмотрите Попили пиво Кто то здесь И оставили бутылки Мусора Здесь конечно Вот в этой части Ну просто Завались Как то я давно Показывал здесь уже Очень жаль Ну а сейчас Мы С вами Перемещаемся Дорогие друзья На Район Оршинцево Где строится Великая Керченская стена И вот С того места Где она строится Великолепные виды Открываются На Судоремонтный Завод Залив Вот в таком все состоянии Тоже писали мне Многие показать Ну в принципе Здесь Комментировать особо Нечего Посмотрите Без комментариев Все здесь нормально Все работает И это радует Хорошо бы еще Если вот производство бы расширялось Незалья Как А Дон 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Длина их вот в прошлом видео я забыл сказать Вот в этом говорю длина этих анкеров От 21 до 20 метров 29 метров То есть скважина под углом 45 градусов Будет пробурена в тело склона И затем будет туда установлен анкер Затампонирована эта скважина Ну а затем конечно их будут еще и натягивать А сейчас мы видим с вами вот буронабивные сваи С левой стороны мы уже видим начинают армировать объединяющий роствер А здесь срубают оголовок сваи Многие спрашивают зачем это делать Вот можно под уровень забетонировать и не делать лишнюю работу Ну согласен отчасти Но дело в том что бетонирование сваи происходит снизу вверх И когда верх бетон поднимается кверху Он собирает с собой весь вот шлак, весь мусор И в итоге марка бетона конечно же меняется И верх бетона с мусором Поэтому вот с грунтом там в перемешку И поэтому по-любому его срубать надо Да и нужно оголять арматуру Чтоб к ней уже привязаться и заармировать ростверк Такой вот объединяющий Ну а затем собственно говоря армируется уже сама стена Как мы видели Здесь вот идут земляные работы с этой части стены Достаточно много грунта Нужно еще вывести Кстати один из этапов строительства этой стены 150 тысяч кубов нестабильных грунтов Нужно будет вывести и заменить их устойчивыми стабильными грунтами Это вот в проекте это и записано Вот посмотрите здесь уже стена готова Вот выглядывают вот эти вот Кто-то сказал из них пулеметы торчат Вот это анкера уже нужно их будет еще натягивать С этой стороны еще водоотлив пойдет Водоотливная канавка вот с внутренней Видите вот обратную засыпку сделали Ровно тому месту как пойдет дренаж Ну и соответственно потом опять все это засыпется в уровень Уплотнится И вот такая стена Ну здесь вот собственно говоря сам склон Посмотрите такими террасами его делают Грунт снимают Чтобы не был он полностью пологим сверху и до моря А перепад здесь приличный Я вот стоял наверху как-то помню И попробовать какова же Какова же вот если брать высота этого склона Если вот сверху брать провести горизонтальную линию Ну и потом померить над уровнем моря Сколько я конечно в море коптером не сел Но у меня показало там минус 38 метров с места взлета И еще оставалось там какое-то расстояние Так что вот такой перепад здесь Сверху склона и до моря Ну если взять еще там 3-4 метра Вот и посчитайте там 40 с лишним метров получается Вот такой здесь склон И его конечно же нужно будет укрепить Что собственно и делают Потому что там дальше Вот здесь видите забор стоит Пока вот до сюда идут работы Дальше работы не производится Сверху вот натоптали уже здесь видите Дорожки сделали Чтобы к морю спускаться Там находится парк Сверху потом дальше улица Орджоникидзе идет Ну и жилые дома Жилые дома Многоэтажки тут тоже присутствуют Поэтому собственно говоря Все это нужно будет укреплять Ну когда укреплять там еще благоустройство будет Будут вот здесь 4 лоса По 1000 кубов очистка воды Вот этих ливневых вод И потом их можно Ну до технической очистки естественно Потом их можно будет использовать для нуж города Там не знаю что дороги поливать Еще что то Ну а здесь вот видим мы Такими уступами этот уклон Делают чтобы снизить Разгрузить его Можно так сказать Вот здесь были лосы Вот стоит даже силос В него закачивали Вот силос машины привозили цемент В него закачивали Ну это как хранение Ну а затем Здесь производили струйную цементацию Станки стояли То есть цемент с водой Под давлением Пробуривали скважины И тут же нагнетали То есть он заполнял поры И укреплял Вот берег Укреплял грунт Вокруг котлована Где помещались вот бочки Эти вот локальных очистных сооружений И вот везде работают экскаваторы Видите Такими уступами Весь этот склон будет То есть Снизить нагрузку Ну а там вот такая стена мощная Это вот сверху такой вид Что кажется что она Такая хрупкая На самом деле Я вот там когда был Внизу Очень такая стена Вот здесь городок Городок строителей Склад Вот здесь как раз и лежат Вот эти Анкера Атлант Которые используются Вот для Крепления стены Так что дорогие друзья Вот сегодня у нас Вот такой ролик Сейчас Двигаемся мы Дальше Вот собачка увидела У нас Видите Не любит собаки Коптер Страсть Как Постоянно Прыгают на нее Гавкают Что-то им это Напоминает И вот как увидят Постоянно Заостряет на этом Внимание Вот хорошо видно Посмотрите Жилые дома Многоэтажки И вот сколько До этого склона Совсем недалеко Поэтому Однозначно Его нужно Укреплять Вот Как раз Я специально Отлетел Вот так И посмотрите Масштабы Посмотрите Какой склон Сказал Вот эта стена Подпорная Вообще Тут Невидимка И работает Вот техника Экскаваторы И Грунт Вывозят Делают Такие Вот Как я уже Сказал Террасы Это у нас Район Оршинцево Это у нас Укрепление Берегов Я думаю Когда сделают Тут еще Как я уже сказал В проекте Облагородят Все Ну Должно Получиться Красиво Может быть Какие-то Зоны отдыха Сделают Здесь И будет Все Раньше Здесь Вот Говорю Была зона Отдыха Очень Любимая У Керчан Это район Оршинцево Ну и вот В таком Ракурсе Мы стену Еще посмотрим С вами Как она идет Вот с правой стороны Стены Здесь будет Произведена Обратная Засыпка Еще Анкера Натянут Ну и будем Дальше мы Наблюдать Как идет Процесс Более Стоимость Стоимость Этого Проекта Более Одного Миллиарда Рублей Здесь Работы Ни на секунду Не останавливались Со дня Вот Как они Начались Это радует В отличие От других Строек В Керчи Так что Дорогие друзья Интересная Строек Здесь идет И будем По мере Возможностей За ней Тоже Наблюдать Не будем Ее Забрасывать Ну а вы Теперь Вот Немножко Посмотрите Сами А я На этом Буду Заканчивать Не забывайте Подписываться На канал Ставить Лайки Пишите Комментарии Ну и Жмите Колокольчик Соответственно Чтобы не Пропустить Новые Видео Всего Вам Хорошего До новых Встреч В новых Роликах Редактор субтитров